Серого и синего баков для раздельного сбора отходов жителям Одинцовского округа мало. Большинство ответственно подходит к тому, что выбрасывают и готовы сортировать тщательнее. Для тех, кому не безразлична экология, в муниципалитете устанавливают экопункты. Буквально вчера у нас появился такой фундамент на территории жилищного комплекса Сколковский. Принимает он пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Их можно обменять на бонусы компании-партнеров. Еще три экопункта установили в крупных торговых центрах. С сетевиками ведут переговоры. Скоро фундаменты появятся и в образовательных учреждениях округа. Запланировано 14 школ к установке экопунктов. Данные экопункты будут установлены за счет оператора. И на сегодняшний день школа подготовлена уже все необходимые площадки. Подведено электричество, интернет, для того, чтобы эти экопункты были установлены. Сейчас ждем только, пока их изготовят и привезут. Продолжится в Одинцовском округе и развитие программы «Мегабак». Сейчас привезти на специальную площадку. Жители могут бытовую технику, мебель, бумагу и картон, пластиковые бутылки. И не только. Большим спросом пользуются «Мегабак» в Трехгорке. Идется строительство нового «Мегабака» на улице Зеленой, который будет иметь площадь 1200 квадратных метров. Будет огорожен, оснащен системой видеонаблюдения, размещен на площадке с соответствующим брендбуком. И будет принимать все виды отходов в раздельные контейнеры. Еще один вопрос повестки еженедельного совещания работы по диротизации в муниципалитете. Их проводят сразу два управления – благоустройство и жилищного хозяйства. 516 контейнерных площадок – зона ответственности первого. Обработка, соответственно, происходит по графику, не реже одного раза в три месяца. Дальше у нас поступают обращения граждан. По обращениям граждан мы выходим отдельно, обрабатываем контейнерные площадки. В многоквартирных домах с грызунами борются коммунальщики. Работы проводят специализированные организации и управляющие компании. Они обрабатывают места общего пользования – чердаки, подвалы и мусорокамеры. Обязательная обработка – это ежемесячно. И при поступлении жалоб от жителей производится внеплановая работа по диротизации. Диротизация на сегодняшний день представляет из себя комплекс мероприятий, при которых используются специальные пищевые приманки, препараты, которые являются ядовитыми для грызунов при кормке и лаушке. Норы и ходы грызунов в полах и стенах тщательно заделывают. В бетонный раствор добавляют битое стекло, чтобы они не появились снова. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».